Добрый день, друзья! Меня Бутом и Никита. Долго-долго я не появлялся в ютюбе. И вот наконец я решил продолжить наши разговоры про нейронную сеть. Тут я недавно пытался заснуть, как все из вас. Я имею проблемы со сном и и принимаю мелтанин и пустырник. Не хочу принимать ничего серьезного и пытаюсь заснуть. Я пытаюсь заснуть, я пытаюсь дышать. И вот, находясь между сном и явью и погружаясь в определенный сон, я, как все вы, испытал это чувство, когда вы находитесь где-то, в какой-то среде, но вы не понимаете, кто вы. Вы смотрите на что-то, на какой-то механизм, но вы понимаете, что вы только что создали его в своем воображении, что реально вы не смотрите на механизм, вы не видите этих деталей, вы ощущаете впечатление от них, впечатление о том, что это детали. Меня всегда волновал этот вопрос. Почему во сне мы не понимаем, кто мы? Ведь если сон это, согласно классической теории, это некоторая логическая сущность внутри нас, некоторые монада, некоторые я, которые находятся в состоянии сна и увидят сны, и он прекрасно должен понимать, кто он такой. Почему он не понимает, кто он такой? Почему он не помнит, что он Бутома Никита? Почему он не помнит, что у него есть жена и лапает чужих девок и позволяет обнимать себя и даже больше? Почему он не помнит, что у него есть дети? Почему он не помнит, кто он вообще такой, свою историю? Ведь если монада засыпает и оказывается в нереальном мире, то просто она оказывается в нереальном мире. Но она должна помнить, кто она, и приобретать новый опыт. Это было бы классно, что она приобретает новый опыт. И опыт, приобретенный во сне, немножко нереальный, расширенными границами восприятия и возможностей, да, он давал бы нам колоссальное преимущество тем, кто спит перед какими-то виртуальными существами, которые не спят, перед теми нами, кто не спит. Мы были бы богаче, мы были бы, соответственно, добрее и щедрее. Но мы не помним, кто мы во сне. Почему? Ну вот, все очень просто. И тут помогает моя теория неронной сети. Тут помогает именно она, именно вот эта конструкция, совершенно дурацкая внутри нас, состоящая из второго экрана. Это вот все наше тело, грубо говоря. Второй экран восприятия – это чувство, то, что мы называем чувствами. Второй экран восприятия – это вся нейронная сеть, которая воспринимает эмоции. Точнее, нет. Она воспринимает видимые изображения, звуки и преобразует их в эмоции. Согласно коду, который задается вот здесь, в области идеи. Область идеи говорит, что вот этот звук, да, он плохой или он хороший. И наученной эмоцией реагирует вот так. Здесь нет никакого знания и никакого соображения. Оно возникает гораздо позже. И мысли возникают гораздо позже. И моя теория… Чего с ней, с тем, что она моя? Вот эта конструкция нейронной сети, состоящая из первого экрана восприятия, вот нам первый экран, и второй экран – это экран чувств, она говорит, давайте отключим первый экран восприятия. Все, уберем его. Его нет. Почему? Потому что мы спим. Мы не только спим, мы еще заснули, мы успокоили, не только закрыли глаза и не видим окружающий мир, мы еще успокоили наши мысли и разорвали связь между вторым экраном и первым экраном. Разорвали вот этот вот взгляд, вот эту дистанцию, которая дает нам ощущение бытия, ощущение нас. На первом экране перестали восприниматься мысли. Мы перестали думать. И мы перестали быть нами, потому что этого взгляда из второго экрана на первый нет. Но мы не перестали существовать. Мы перестали быть нами, но мы не перестали существовать. Вот это колоссальная штука. Мы остались существовать. Мы остались чувствовать. Мы чувствуем теперь, не видя. И во сне мы не видим этот механизм или какое-то помещение, или какой-то вход куда-то. Мы не видим. Зато мы чувствуем. Мы чувствуем отвратительность этого входа, отвратительность этого места. Или сложность этого механизма. Потому что эта сложность ощущается нам, как покалывание вот здесь, вот здесь. Как покалывание на кончиках пальцев. Как вот это неприятное ощущение, что что-то сложное, сложное перед нами. И надо понять, что это. Надо понять, что это. Вот это ощущение, вот это покалывание, вот это ощущение, что то, что сложное перед нами, оно запомнилось во втором экране, в нейронной сети, без видения того, что действительно реально происходит. И вот то, что с нами происходит во сне, оно реально показывает прекрасно, и как работает нейронная сеть, и что мы есть с вами такое. Мы – это нейронная сеть, которая запомнила свои чувства по отношению к миллионам вещей, запомнила чувства очень точно. И в сходных ситуациях, в жизни или во сне, она воспроизводит вот этот филинг, чувства, она воспроизводит их и выдает нам, ряд за рядом. И мы идем во сне по своим чувствам, мы шагаем не по видимому ряду, а по чувствам. И одно приятное чувство сменяется, другое, или неприятное чувство сменяется неприятным. Вы помните, как если мы во сне куда-то идем в неприятное, то оно становится все хуже и хуже, и хуже, и хуже. Оно становится каким-то ужасным местом, с которого надо убежать, и мы просыпаемся. То есть нейронная сеть опускается по ступенечкам в свою глубину, и теперь остался вопрос «Зачем?». Остался вопрос «Зачем мы видим сны?». Ну, мы видим сны за тем, чтобы нейронная сеть освободилась от этих напряжений, которые в них существуют. Не освободилась от запомненных ощущений, а от каких-то напряжений. Представим, что она многослойная, представим, что напряжения запоминаются, впечатления запоминаются в одном месте, глубоко в нейронной сети. А перед этим есть еще такие предвозбуждения, которые остаются в нейронной сети, когда мы засыпаем. Эти предвозбуждения надо снять, надо успокоить нейронную сеть, потому что будет новый день, и мы должны быть готовы воспринимать на первом экране восприятия окружающий мир и реагировать на то, что мы воспринимаем своим вторым экраном. Второй экран должен быть чист, отдохнувший, наполненный морфинами. То есть он должен некоторым образом резистивно относиться к тому, что он видит. Не очень воспринимает это в себя. Но чем дальше день продвигает нас от своего начала к своему концу, тем больше мы становимся возбужденнее, тем острее мы чувствуем. Почему? Потому что наши морфины исчерпали себя. И мы уже реагируем в конце дня на все, на все, просто на все. У нас бывает из себя всякая мелочь. Вот как мы действуем. Вот зачем мы спим. Мы спим за тем, чтобы наша нейронная сеть отдохнула и разрядила те напряжения, которые существуют в ней. Наша нейронная сеть, то есть наш второй экран. Все, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok